В сегодняшнем уроке мы рассмотрим тему возвратного залога в турецком языке. Возвратный залог выражает действие, предпринятое объектом, который у нас выступает в предложении подлежащим, влияние которого испытывает сам объект, то есть действие имеет возвратный эффект. В связи с тем, что аффиксы страдательного залога схожи с аффиксами возвратного залога, то есть они похожие, для изучающих турецкий язык это создает определенную путаницу, и многие считают тему залогов одной из самых сложных. Для того, чтобы сегодняшний урок не был длинным и запутанным, мы рассмотрим только возвратный залог, а в следующем уроке мы отдельно и подробно рассмотрим различия между страдательным и возвратным залогами. В возвратном залоге объект осуществляет действие, и объект у нас является воодушевленным предметом, так как действие может совершить только воодушевленный предмет. И отвечает на вопрос, кто. Единственным исключением, я думаю, может быть в данном современном мире какие-то устройства, которые могут думать, это компьютеры, смартфоны, какие-то устройства с интеллектом, которые могут производить действия сами с собой, которые будут иметь последствия сами на себя. Еще есть такая особенность, что многие глаголы в возвратном залоге, когда они находятся, имеют не прямое, а переносное значение. А также не все глаголы имеют форму возвратного залога по причине особенности значения самого глагола. Это то, что мы должны знать о возвратном залоге. Посмотрим на примере некоторых слов. Сыкмак у нас глагол, который переводится «жимать», «стиснуть», «затягивать». И сыкылмак, это в возвратном залоге, будет означать «томиться» или «заскучать». Как вы видите, здесь глагол имеет переносное значение. Например, если мы будем использовать в предложении «уста видаи сыкты». Мастер затянул гайку. Здесь у нас прямое действие «сыкты», «затянул», «сжал». И теперь возьмем предложение в возвратном залоге с этим глаголом «бухаяттан сыкылдым». «Я утомился от этой жизни». Как вы видите, здесь у нас нет прямого действия. Есть действие, которое совершаю я, то, что я утомился. И влияние этого действия я испытываю тоже на себе. «Я утомился от этой жизни». Это действие не совершает кто-то или что-то, какой-то третий субъект. Совершаю действие сам я, и влияние этого действия испытываю на себе. Или на глагол «тутмак». «Держать», «хватать», а в возвратном залоге «тутунмак». «Удержаться», «ухватиться». Посмотрим в предложении «бени колумдан тутту». «Он схватил меня за руку». И теперь в возвратном залоге «ипетутундум вебени юкарычек тилер». «Я ухватился за веревку, и они вытащили меня наверх». То есть глагол «ухватиться», «я совершаю действие» и влияние его испытываю на себе. «Я ухватился за веревку, и они вытащили меня наверх». «И петутундум вебени юкары чек тилер». Теперь посмотрим правила присоединения аффиксов возвратного залога. Первое. Если корень глагола заканчивается на согласную букву, то аффикс возвратного залога имеет форму «ыл», «иль», «ул», «юль» или «ын», «ин», «ун» и «юн». В возвратном залоге, вот в этой части присоединения аффиксов, нет точного правила. Нет правила, что после определенных согласных букв мы добавляем аффикс «ыл», «иль», «ул», «юль», а после других согласных букв мы добавляем «ин», «ин», «ун» и «юн». Несмотря на то, какая буква у нас является согласной, может присоединяться как аффикс через «ыл», «иль», «ул», «юль», точно так же и аффикс «ин», «ин», «ун» и «юн». Но есть такие маленькие особенности. Первое. Аффикс «ыл», «иль», «ул» и «юль» присоединяется после всех согласных, или после любых согласных, кроме согласной «ле». Почему? Потому что у нас, так как уже здесь есть согласная «ле», то второй раз не может быть «ыл-иль», потому что там одна и та же согласная буква. Посмотрим, например, глагол «эймек» – «гнуть» и «эйльмек» – «нагибаться» или «нагнуться». Возврат нам в залоги. Мы делаем действие и сами попадаем под его влияние. Нагинаемся или нагибаемся. «Эймек» – «эйльмек» или «язмак» – «писать». «язмак» – «записаться». Записаться, например, на курсы языка, записаться в журнал. Когда вы делаете это действие, сами себя куда-то записываете. «Язмак» – «язмак» или глагол «катмак» – «добавлять», а в возвратном залоге «катылмак» – «участвовать». Можно участвовать в конкурсе, можно участвовать в выставке. Мы используем глагол «катылмак». То есть, смотрите, от глагола «добавляться» есть какое-то мероприятие, и мы добавились к этому мероприятию. Но получается, что мы участвовали. На русский язык переводится вот так. Как видите, многие глаголы имеют не прямое значение, а вот переносное значение. Также с глаголом «бозмак». Глагол «бозмак» у нас означает «ломать» или «портить», а «бозулмак» – «конфузиться», «смущаться». Например, когда кто-то сказал нам что-то неприятное, и мы можем сконфузиться. Вот тогда используется глагол «бозулмак». Теперь посмотрим на примерах в предложении. Например, «Алты айлык тюрча диль курсуна язылдым». «Язылдым» – «я записался». «Алты айлык» на шестимесячный «тюрча диль курсуна» – «курс турецкого языка». «Алты айлык тюрча диль курсуна язылдым». Здесь действие совершил я, и влияние действия испытываю на себе. Поэтому у нас здесь возвратный залог. «Алты айлык тюрча диль курсуна язылдым». Или следующий пример. «Кызым окулда ресим ярышмасына котыльор». «Кызым» – «моя дочь», «катыльор» – «участвует». «Ресим ярышмасына» – «в соревновании по рисованию». И где? «Окулда» – «в школе». «Кызым окулда ресим ярышмасына котыльор». Возьмем еще один пример. «Баба – отец узюльду». «Расстроился». Смотрите, действия он сам совершает, и влияние тоже на нем. Возвратный залог. «Расстроился». «Узюльду». «Оулуна диль» – не из-за сына, «казая пан», который совершил аварию, а «арабая» – из-за машины. Здесь особенности глагола «юзюльмек» – «расстраиваться» используется он с направительным падежом, то есть возникает это чувство в отношении кого-то, в направлении кого-то. Поэтому в направительном падеже, и здесь у нас не в направлении сына, «оулуна диль», а в направлении машины, «арабая». Теперь посмотрим, когда мы присоединяем аффиксы «ын», «ин», «ун» или «юн». Точно так же мы присоединяем их после любых согласных, после всех согласных, имеется в виду после любых согласных, и обязательно после согласной «ле». Например, «севмек» – «любить», «севинмек» – «радоваться», или «алмак» – «брать», «алынмак» – «обижаться». Вот здесь, как вы видите, глагол имеет переносное значение, а не прямое значение, «алынмак» – «обижаться». Вот здесь у нас согласное «ле», и после нее даже неправильно будет звучать, если тоже будет «ыл» – аффикс. То есть у нас будет получаться тогда «алынмак». Ну, по-турецки редко бывает, когда одна и та же согласная идет подряд после гласной. Или глагол «эвмек» – «хвалить», и «эвюнмек» – «хвастаться». Как бы «хвалиться». Ты сам делаешь это действие, сам на себя хвастаешься или хвалишься. «эвюнмек» – «эвмек» – «эвюнмек». Или «гиймек» – «одевать что-то», а «гийнмек» – «одеваться». Самому себе, когда ты сам себя одеваешь. «Одеваться» – «гийнмек». Посмотрим точно так же примеры в предложениях. Проходящие службы в китайской армии – «кадын аскерлер» – «женщины военнослужащие». Такое немножко длинное и сложное предложение, но думаю, что по частям можно его легко разобрать и понять. Чин ордусу'nda göreв yapan «кадын аскерлер» – «дэ» – «тыпки эркек аскерлер» – «гиби» – «гийнёр». Ещё одно предложение. Чоджуклар – «дети» – «какие дети?» «Ойнджаклара севинен» – «радующиеся игрушкам». «Радующиеся игрушкам» – «дети». «Ойнджаклара севинен чоджуклар». Ещё один пример. «Истамбул сокакларында гезиньёрум» «Я прогуливаюсь по улицам Стамбула». «Гезиньмек» – «прогуливаться». «Истамбул сокакларында» – «на улицах» или «по улицам Стамбула». «Истамбул сокакларында гезиньёрум». Здесь тоже у нас глагол «возвратном залоге», потому что «я» выполняю действие, и влияние этого действия тоже на мне. Теперь второе правило, но оно у нас точное. Если корень глагола заканчивается на гласную букву, то аффикс возвратного залога имеет форму «не». Это, в принципе, точно так же, как и в страдательном залоге. Поэтому, если глагол заканчивается на гласную букву, то и в страдательном, и в возвратном залоге глагол будет звучать одинаково, но иметь разное значение. Например, Посмотрим на примере в предложениях. Полистенкачан чочук витринде манкенлер арасында сокланды Еще предложение Еще одно предложение Я делаю действие и влияние этого действия на мне Я причесываюсь, сам себя причесываю Кроме этого, у нас есть некоторые глаголы, которые несут в своем значении форму возвратного залога При этом такие глаголы не имеют исходную форму глагола Например, глаголы Утанмак Просыпаться Использовать Поворачиваться Оборачиваться На что-то присесть Зацепиться Усиливаться Становиться сильней Становиться умней Скорябкаться Опоясывать себя чем-то Намочиться Что-то изучать Хасталанмак Заболевать Дышунмак Думать Вот у этих у всех глаголов У самого глагола нет начальной формы То есть нет формы, которая не имеет невозвратного смысла Нет у глагола Утамак Нет у глагола Эти глаголы уже сами по себе идут в возвратной форме И поэтому к таким глаголам не может подставляться аффикс возвратного залога Но они имеют смысл возвратного залога Также есть составные глаголы с вспомогательным глаголом Эдинмек И они также несут в своем значении форму возвратного залога Если посмотрим вспомогательный глагол Эдинмек Откуда он происходит? Он происходит от глагола Этьмек Делать И Эдинмек Это как раз с аффиксом возвратного залога получается у нас Глагол Эдинмек То есть он как бы сам по себе ничего не обозначает Как бы делать что-то на себя Но сам по себе он, я думаю, что не используется Но есть составные глаголы с этим вспомогательным глаголом Например Эвлят Эдинмек Обозначает усыновить Эвлят это сын, ну может быть и дочь Но сын, ребенок, у которого есть родители И Эдинмек Ты его делаешь себе То есть ты делаешь себе сына Эвлят Эдинмек Или Адет Эдинмек Делать себе правила Создавать себе какие-то устои Адет Эдинмек Или Дост Эдинмек Делать друга Как бы сдружиться, но ты с кем-то подружился Кого-то сделал себе друга Дост Эдинмек Или Бильги Эдинмек Собрать информацию Получить информацию То есть сделать себе информацию Получить себе Бильги Эдинмек Вот такие глаголы тоже используются в значении возвратного залога. На этом урок закончен. Еще раз повторюсь, что в следующем уроке мы рассмотрим разницу в страдательном и возвратном залоге, так как аффиксы у нас очень похожие, и научимся различать и не путать эти два залога. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, тогда я буду видеть, что делаю эти уроки не зря, и мне стоит продолжать их делать. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok